Приветствую вас, дорогие друзья, на платформе Вайкра. Меня зовут Лея Молодой. И я проведу с вами ближайшие пять маленьких, но очень интересных и емких уроков. И мы посвятим эти уроки теме четырех элементов мироздания. Я уверена, что эта тема вам очень интересна и очень близка. В конце концов, все мы с вами созданы из этих четырех элементов. Как будут построены наши уроки? В сегодняшний первый вводный урок мы с вами нарисуем полную карту четырех элементов и поговорим в общем о том, чем они различаются, почему Творец создает именно такой элемент, в чем основная сущность элемента. Посмотрим вот так вот сверху, чтобы понимать, что у нас есть в этой карте. И потом на протяжении ближайших четырех уроков мы пройдем, поговорим о каждом из четырех элементов. Если останется время, я открою вам секрет, что на самом деле есть еще один элемент, пятый элемент. Но всему свое время и сейчас мы начнем именно говорить о том, как Творец создает наше мироздание именно через эти четыре разные, но совершенно необходимые друг для друга, для нашего мироздания, для нашей земли, для нас самих эти четыре элемента. Итак, прежде всего важно сказать, что это четыре силы, которыми Творец создает этот мир. Об этом мы читаем в сэфер Ецера, в которой есть разногласия по поводу того, кто конкретно, кто именно написал или первый человек Адам, или Аврам Авину. В любом случае в этой книге описаны глубочайшие секреты того, как создавался этот мир и какие основные духовные законы есть в этом мире. Именно там мы встречаем описание того, что Всевышний сотворил этот мир благодаря четырем элементам, четырем стихиям. Одно из базисных понятий в Кабале это буквы имени Творца. Мы знаем, что есть четыре основные, опять четыре, это не случайность, четыре буквы основного имени Творца. Юд, Гей, Вав и Гей. Мы не произносим это имя вместе, мы не пишем эти буквы вместе, только если мы их разделяем каким-то знаком или еще какой-то звуком в речи. Если мы должны произнести это имя, так сказать, вместе, то мы говорим Юд, Кей, Вавки, заменяя букву Гей на Кув. Поэтому так можно сказать быстро Юд, Кей, Вавки. И именно через эти буквы Творец создает все миры. И каждая из этих букв в каком-то образе передает нам сам процесс создания этого мира, который происходил. И если первая буква имени Творца, Юд, она выглядит как точка, как точка, как такая что-то плотное внутри, и никак она не исходит, не выходит наружу, ничего, все очень сконцентрировано, она и метафорически передает нам смысл того, что вся энергия, свет Творца, все ДНК нашего мироздания было заключено вот в этой одной точке, одной клетке, сконцентрировано, сжато до тех размеров, которым были угодны Творцу, для того, чтобы все это могло произойти. Следующая буква, буква Гей имени Творца, она имеет уже какое-то строение, она имеет дом, имеет крышу, стены, окно даже, можно так сказать, она имеет, эта буква имеет внутри пространство, и это символизирует нам то, что внутри было создано пространство, внутри которого сейчас та информация, буква Юд, возможна для развития, для раскрытия. Конечно, есть очень много дополнительного материала, какие конкретно еще силы есть, которые олицетворены этими буквами, но сейчас мы вот вкратце по этим четырем буквам пройдемся, для того, чтобы потом понимать, какой из наших элементов, наших стихий относится к этим буквам. Буква ВАВ, третья буква имени Творца, это определенный такой канал, мы даже знаем, как буква ВАВ, мы пишем это как такая линия сверху вниз, это тот канал, по которому спускается свет через определенные трансформации, шесть трансформаций, и спускается в вторую букву Гей, это еще одно уже более материальное пространство, в котором выражается в материальном мире все, о чем, что планировал Творец. И вот эти четыре буквы, они также дают нам понимание о каждом из наших основных стихий, основных элементов. И начнем с самого начала, поговорим о том, что Ют, буква Ют, ее сила олицетворяется в стихии, которая называется Огонь. Это самая духовная стихия, она все время стремится подниматься вверх, ее ничего не держит здесь, она полностью стремится наверх. Стихия Огня Энергии, и мы видим, что даже в научном мире все больше и больше приходит к полному доказательству тому, что даже наш материальный мир, который нам кажется абсолютно осязаемый, абсолютно понятный и материальный, он прежде всего энергия, энергия, которая в большей и меньшей плотности воспринимается нами как что-то осязаемое и твердое. На самом деле все это энергия. Буква Хэй, конечно же, это воздух. Первая буква Хэй имени Творца – это воздух, это то пространство, оно еще тоже абсолютно духовное, так же, как и воздух. Мы ни в коем мере не можем его ни потрогать, ни даже почувствовать, только через процесс дыхания. И то мы ощущаем свои органы, мы не ощущаем воздух. Мы можем почувствовать дуновение ветра, но и само по себе это движение воздуха – это не сам воздух. И вторая буква Хэй олицетворяется воздухом, что вот в этом сейчас пространстве, в воздушном пространстве будет создано что-то новое. И воздух, как мы дальше будем говорить, это та стихия, конечно, без которой невозможно, совершенно невозможно никакая жизнь, абсолютно. Следующая буква ВАВ, которая олицетворяет воду. Вода – это третий элемент, это вообще потрясающая субстанция, которую мы никак не можем понять. С одной стороны, это что-то осязаемое, с другой стороны, это что-то неуловимое, которое принимает якобы форму того сосуда, в котором она находится, разливается, когда нет никаких границ. И в этом есть, конечно же, глубинные секреты в нашей Торе. И мы постараемся вот в рамках этих небольших уроков коснуться хотя бы совсем чуть-чуть. И четвертая буква, буква Хэй, вторая буква Хэй, нижняя буква Хэй, как мы ее называем, пространство нашего материального мира. И это, конечно, Земля, стихия Земли. И именно тут, именно так, возможно, все вот это, рост всего материального, осуществление всего того, что мы знаем, что нам близко, как наш мир. Это последняя буква имени Творца, и это стихия Земля. И мы, конечно же, подробно-подробно будем об этом говорить. Сейчас я хочу обратиться к Берешит, к Торе, и посмотреть, что пишет нам, говорит нам Тора о создании человека. И уже здесь она рассказывает нам, и в Медрашим расшифровывает нам, что действительно говорится здесь о четырех стихиях, четырех элементах. И написано так, это Берешит 2, шестая строчка, строка. И как мы это переводим? Обратите внимание, слово, первое слово здесь в этой строке, в Эд. Эд, Эдим, что такое Эд? Эд, Эд, это пар. Пар, то есть какой-то субстанция газа поднимается. Откуда поднимается? Минха-Арец, из земли. Эд, газ, поднимается из стихии земли. Что происходит? И орошает, орошает пнеа-дама, все, что есть, орошает чем? Третьей стихии водой. И именно так создается человек. Создается кто? Иш. Иш в самом названии слова Иш, человек, есть слово Эш, огонь. Мы знаем, что Иш, Иша, это Алиф, Шин. И только разница между этими двумя словами, мужчина и женщина, Иш, мужчина, Иша, женщина, это две буквы, две первые буквы имени Творца. Ют и Гэй. Это единственная разница между мужским и женским началом. Именно она создает всю разницу нашего восприятия, нашей роли в этом мире. Так же, как две буквы, первые буквы имени Творца. И уже в этих Псуким, Берешит, мы видим, что Всевышний создает человека четырьмя этими стихиями. Вообще, в слове Адам, Адам, человек, уже, собственно говоря, зашифровано три наши стихии, то, что написано в Пасуке. Адам, прежде всего, это Адама, земля, стихия земли. Адам, это кровь, да, и это метафора жидкости воды. И Эдим, это газ, кислород, да, Эдим, тоже зашифровано в имени Адам. И, как я уже сказала, во втором имени, как еще мы называем Адам, это, как бы, получается его имя, да, а сам человек, как сущность, человеческая сущность, это Иш, да, слово Эш, огонь, только с буквой Ют. И вот эти четыре стихии, четыре элемента присутствуют в создании человека. И мы видим, что и само тело человека, и даже если спуститься, так сказать, в очень мелкую резолюцию, каждая клетка всего живого на Земле, всего живого в этом мире, тоже создано из четырех стихий, четырех элементов. это ядро, ядро, это земля, да, что-то осязаемое, так предположим, да, мы уже понимаем, что осязаемое, это чисто субъективное ощущение, но в любом случае есть у нас ядро клетки, есть цитоплазма, это жидкость, которая там находится, также часть клетки, это кислород, конечно же, до 60% всей клетки, это кислород, и также митохондрии, которые, собственно говоря, производят энергию, да, вот огонь, да, огонь, митохондрии. Поэтому мы можем сказать, что и каждый из нас, каждый живой организм создан из этих четырех стихий. Тот подход, который я предлагаю вам для того, чтобы мы рассматривали на этом курсе, говорит о том, что в каждом из нас есть четыре стихи, в каждом из нас есть четыре элемента, но один из них, он более корневой, он проявляется в нас, в нашем характере, в наших желаниях наиболее ярко. И когда мы будем рассматривать, как работать с этими элементами, мы должны понимать, что мы должны прийти к общей гармонии всех четырех элементов. И если у нас есть какие-то наиболее доминантные стихии, которые уже создают некий дисбаланс, мы должны понимать, что наша задача сделать баланс среди этих четырех стихий, несмотря на то, что да, есть корневой элемент, который дает как бы направление моему характеру и моему основному, можно сказать, предназначению в этой жизни, в этом мире. Почему так происходит? Потому что душа каждого человека, она в корне берет свое начало из одного из четырех духовных миров. И опять мы приходим к цифре 4. Какие у нас есть духовные миры? Это тоже один из аспектов. Сейчас мы посмотрим, к какому миру относится какая стихия, какой элемент. самый высокий мир, духовный мир, мир Ацелут. И, конечно же, это огонь. Огонь, энергия, которая стремится только вверх, только к Творцу, вернуться в источник и полностью соединиться в единстве, вот в этом энергетическом потоке. Следующий мир, мир Брия. Брия – это воздух. Воздух – стихия, которую я уже сказала, которая позволяет всему случиться, позволяет энергии прорасти. Следующий, более низкий, духовный мир, мир Яцера – это, конечно же, вода. Там рождаются наши уже эмоции, там рождаются наши чувства. Это высокий мир, конечно, более высокий, чем материальный мир. И последний мир – мир Осия. Осия – делающий мир, мир стихии Земли. Вот мы его видим, мы его чувствуем, мы им работаем непосредственно, в прямом смысле этого слова. И у каждого человека его душа исходит из определенного, из этих четырех миров. Поэтому, конечно же, его основной, основной, так сказать, основная не то, что черта характера, но основной элемент, да, будет выражаться в определенной силе. И нам нужно понимать, как мы держим все это в балансе, для того, чтобы не происходил дисбаланс, который ведет, так сказать, к поломке всей системы. Да, весь этот мир, в конце концов, это мир единства. И он возможен только, если он, в принципе, произрастает на абсолютной, на основе абсолютного единства. Ашем-эхад ушмой-эхад. Творец един, да, его имя едино. И един, он не только в смысле, что он только один, а един, это в смысле того, что кроме него абсолютно ничего нет. Абсолютно. И каждый из этих стихий, и все миры, и мы с вами, это все часть Творца. Ничего кроме Творца нет. И это то понимание, которое мы должны постепенно опускать в наше сознание, для того, чтобы, во-первых, для того, чтобы жить более счастливо, для того, чтобы понимать свою роль в этом мире, для того, чтобы понимать роль сложностей, роль страданий, роль того, той миссии, которую мы несем. Итак, давайте сейчас пройдем еще по определенным аспектам и посмотрим, какие еще, в чем еще разница в наших элементах, в наших стихиях. Мы уже сказали о том, что огонь – это энергия, вода, воздух, извиняюсь, это газ, и эти две стихии, они проявляют нашу божественную душу, более высокую душу. Две более материальные стихии, такие как вода и земля, они проявляют потребности и черты, и качества нашей животной души, которая является как той соединяющей с материальным телом, которая само по себе является инструментом в нашей работе. Итак, с точки зрения направления движения, тоже очень важно, и неспроста огонь, самая духовная стихия, всегда движется вверх, никогда огонь не будет направляться вниз, что бы мы ни делали, как бы мы ни держали спичку, свечку, зажигалку, мы всегда обожгем пальцы, потому что огонь стремится вверх. Воздух, наша стихия, воздух в разные стороны, право, лево, юг, север, запад, восток, это воздух, который распространяется, который распространяется и заполняет все на свете перед воздухом, мы не можем ставить никакие границы, чтобы где бы нету ничего живого в этом мире без воздуха, даже в неживой природе есть кислород, есть тот газ, который, собственно говоря, и здесь в метафоре у нас является воздухом, стихией воздуха. Вода, куда стремится вода, все время вниз, помните выражение вода, камень точит, не просто так вода, все время капает, капает, капает вниз, стремится, идет вниз за своими желаниями, дальше мы поговорим о том, что вода это проявление моих желаний, моих страстей, моих чувств, мы всегда стремимся за своими желаниями и чувствами. И земля, земля, в земле отсутствует движение, она как бы как ядро, как ядро, мы сейчас уже с вами выстроили движение вверх, движение вниз, движение по сторонам, и в центре у нас есть ядро земли, которое заземляет все это, она как будто бы связывает все три основные стихи, более легкие, более подвижные, и говорит, ребят, для того, чтобы что-то произрастало здесь, для того, чтобы здесь возможно было какая-то, какое-то, так сказать, акшама, проявление ваших всех качеств, я должна вас всех заземлить, связать, остановить, и дать вам основу для вашего творчества, так говорит земля. Смотрите, в Израиле, на Святой Земле, этим стихиям подвластны даже основные четыре города. Кто был в Израиле, конечно же, вы знаете, что Иерусалим это стихия огня, и нет ни одного человека, который не почувствовал эту настоящую стихию огня. Стихия воздуха это цфат, не только потому, что он находится высоко в горах, а именно когда попадаешь в сват, ты вдруг переживаешь какую-то абсолютно другую духовную энергию, какой-то инсайд, ощущение мира, оно совершенно другое. Если Иерусалим это огонь, жертвоприношение, это храм, это такая жгучая любовь, которая готова пожертвовать с собой, тот цфат, это воздух, это вздох, это движение, это полет любви, есть у нас, конечно же, двери, двери, это стихия воды, все, что касается с водой, мы знаем, что Бер Мирьям по преданию, источник Мирьям, помните, который следовал за евреями по пустыне, он сейчас выходит именно на Кенерете, в озере Кенерет, и Тверия является городом стихии воды, и дальше тоже расскажу, что и рабе Акива, который и жил, и похоронен в Тверии, он тоже является, так сказать, метафорически, он проявляет вот именно стихию вот этого элемента воды, да, и Хеврон, Хеврон, где похоронены наши предки, это место, земля, Хеврон, от слова Хибур, соединение, да, наши праоцы, которые соединяют землю, эту материальную землю, материальный мир, и духовные миры, через Маарата Махпела, через известную нам усыпальницу праотцов, и это город Хеврон, стихия земли, окей, что касается аспекта наших праотцов и праведников, то здесь тоже каждому из наших основных праведников, праотцов, так сказать, мы относим его к определенной стихии, я не знаю, возможно, его душа действительно связана с этой стихией особенно, но такой вывод мы делаем в соответствии с той духовной работой, которую он совершал в этом мире, например, огонь, это наш праотец Ицхак, кроме того, что он был возложен на жертвенник, жертва которой должна была быть полностью сожжена, и этого не случилось в материальном мире, это случилось, так сказать, эта жертва была поднята огнем, именно поднята огнем, полное уничтожение в материальном мире, когда все переходит только в энергию, в этом весь смысл огня, когда материальное становится энергией, Ицхак проявляется в силе огня, мы также читаем о его особых таких сильных качествах характера, когда он мог полностью отменить свои желания для того, чтобы сделать желание Творца, желание Отца Авраама, и это качество Ицхака, Яков, Яков это воздух, конечно, воздух, Якова, Вину, Тиферет, это наша середина, наше сердце, средняя сфера, из которой потом исходят все двенадцать колен, Яков, без него совершенно невозможно, и он тот, который поднимается на уровень, из которого выходят все наши колена, и это Яков, это воздух, воздух, все, так сказать, обнимающий все вместе, это воздух, Авраама, Вину, это, конечно, вода, сама по себе символ неограниченного милосердия, если воду, если воду не будет сдерживать какой-то сосуд, то вода растекается везде, у нее нет границ, да, именно поэтому Творец создает границы всем водоемам, того, чтобы она не распространялась, качество милосердия, и Авраам, именно это качество, его сильная сторона, и четвертая стихия, четвертый элемент земли, это качество нашего праведника, одного из наших руим, как мы говорим, пастырей, это Давид, царь Давид, тот, который, тот, о котором мы читаем три раза в день в молитве, что взрастет Керен Давид, да, взрастет посланник Давида из земли, прорастет из земли, возьмет всю энергию земли и прорастет, да, это тот праведник, который опускает все эти духовные миры и так далее, опускает все сюда, начинает строительство храма, пишет Сефер Таилим, книгу псалмов, которые сейчас просто нету дома, в которой нет этой книги, в которой все эти духовные метафоры, духовные какие-то энергетические посылы его, да, все это проявляется в буквах, в словах, в предложениях, в конце концов изливается, как красивая песня обычного человека, да, и это и есть сила земли. Окей, давайте теперь посмотрим, какие именно основные качества есть вот в наших этих четырех стихиях, для того, чтобы у нас было как бы полное понимание, полная картина. Итак, конечно же, огонь, это прежде всего сила обнуления, да, это сила, которая уничтожает прежде всего все, и именно благодаря этому у нее есть, она получает дополнительную энергию, чтобы стремиться вверх, желание жить, желание продвигаться, да, расти вверх, это энергия, сильная энергия радости, харизматичность и влияние на других, да, мы часто встречаем человека, видно, эш, говорим, эш, да, у него огонь, просто огонь, парень огонь, да, что это значит, харизма влияет на других, да, распространяет свою энергию, зажигает, так и говорим, зажигает свою энергию, да, какие слабые качества есть у огня, прежде всего это потеря целостности, когда огонь сжигает тот материал, на котором он получает эту энергию, он теряет свою целостность и постепенно угасает, одно из сильных качеств огня, это гордыня и это гнев, да, вот негативных качеств, о которых можем сказать, гордыня всегда произрастает на том, что да, я могу достичь невероятных высот, да, и я вот с тех высот, собственно говоря, ощущаю, что никто мне не пара и никто не подходит к моему уровню, да, гнев, гнев, гнев всегда произрастает на чем-то и он сжигает это для того, чтобы произвести эту энергию, люди, у которых есть дисбаланс именно в стихии огня, они склонны к зависимости, да, потому что нужна энергия для того, чтобы получать, продвигаться вверх, да, продвигаться и достигать каких-то духовных каких-то вершин. Воздух, стихия воздуха, сильные качества этой стихии, прежде всего сила движения, сегодня он тут, завтра там и вот и столько энергии, тоже мы двигаемся право-лево, переехали, побежали, работу поменяли, везде преуспели, да, очень гибкий, адаптируется абсолютно везде, поэтому действительно люди воздуха преуспевают везде, да, это люди, которые способны к мультитаскингу, я могу все, я могу быстро и хорошо, да, это вот люди воздуха, самые креативные люди, люди воздуха, у них столько идей, они настолько духовны, да, духовно они эти идеи, они черпают из духовных миров, и на самом деле так есть, да, и у них очень высокая интеллигенция, именно благодаря тому, что их корень в духовном мире, руах, руах, не просто так, руах, руханьют духовность, да, дух, в плане ветер, тут переводится как руах, дух, и какие могут быть проблематичные стороны именно в момент дисбаланса воздуха, когда воздух или становится слишком сильный, или слишком слабый, прежде всего это склонность к злословию, да, точно так же, как этот человек, у него есть очень сильное ораторское искусство, в данном случае в неисправленном, в неисправленной стороне того же дара мы видим склонность к злословию, склонность к отрицательному мышлению, да, то есть человек, который выходит из дисбаланса воздуха, сейчас вот эта энергия, эта сила духовности приводит его к отрицательному мышлению, опять все плохо, и так плохо, я точно знаю, потому что конечно он знает, у него есть интеллигенция, у него есть интуиция, он знает, да, и вот эти мысли действительно могут очень сильно мешать жить, да, и люди воздуха, у которых воздух в дисбалансе, еще очень склонны критиковать, да, тоже со своего такого высокого места, они знают как лучше, знают как нужно, да, и одно из вот таких слабых качеств, да, это критика по отношению к всему миру, по отношению к окружающим, и конечно же прежде всего к самим себе, да, следующая наша стихия, следующая вода, это сила оживления, да, это та сила, которая приносит единство ко всем нашим элементам, единство между душой и телом, да, вода, даже когда мы печем хлеб, да, мы знаем, что без воды мука, масло, соль, сахар, дрожжи, это все просто отдельные элементы, и только благодаря воде мы начинаем видеть, как все срастается, как все становится единым, да, и это, конечно же, любовь и милосердие, как я уже сказала, это то главное качество, главный подарок, главная сила человека, вот корень которого вода, и, конечно же, эмоциональное равновесие, когда вода находится у нас в балансе, да, то это равновесие, да, видим, представляем, когда море в равновесии, когда озеро в равновесии, спокойная вода, прозрачная вода, лучше этого просто невозможно представить до того момента, если вдруг вода приходит в дисбаланс, и, конечно же, это может быть и отсутствие границ, да, когда я уже не знаю границ, человек воды может вообще не замечать никакие границы, и таким образом вредить и окружающим, и себе, конечно, это страсти, зависимости, чревоугодия, еще другие страсти, которые тоже исходят из отсутствия границ, да, то есть полный выход из баланса, эмоциональный дисбаланс, понятно, да, что со стороны баланса у нас эмоциональный баланс, со стороны дисбаланса это когда человек не может овладать своими эмоциями, они настолько сильны, да, и вот эти внутренние конфликты, они, конечно, очень сильно нарушают жизненный комфорт, вообще ощущение счастья, стабильности внутреннего какого-то стержня, да, и последняя наша стихия земля, конечно же, это сила, без которой просто невозможно ничего в этом материальном мире, сила формирования, сила порядка, стабильности, люди земли, они очень большие эстеты, для них гармония этого материального мира, она для них как бы часть самого этого человека, да, везде, где он находится, вокруг него становится гармонично, приятно, тепло, уютно, да, замечали таких людей наверняка, когда земля в балансе, человек ощущает самоценность и устойчивость, он точно знает свою миссию, смысл своего существования и именно это является основой для всего творчества, для его продвижения, для роста, да, без резких движений, без нарушения границ, да, без каких-то быстрых поднятий вверх и вниз и так далее, стабильно, четко, понятно, да, я даю место для нового потенциала, да, и одно из сильных качеств земли, качеств человека из стихии земли это скромность, да, земля не распыляется, не кричит, не рассказывает, она живет, она создает рамки, в которых может быть настоящая плодотворная жизнь, творчество и так далее, какие слабые качества возможны при дисбалансе, прежде всего это склонность к депрессиям, да, если мы тут говорили о стабильном состоянии, да, о такой вот внутреннем каком-то стержне, то когда это идет перекос в другую сторону, то понятно, вдруг наша земля становится такая тяжелая, депрессивная, да, негибкая, да, когда недостаточно ветра, недостаточно воды, в человеке, да, происходит дисбаланс, земля, так сказать, захватывает все эти силы, которые должны быть у других трех элементов, и тогда она уже негибкая, засыхает, да, или превращается в болото, в котором все это просто вязнет, да, у такой дисбаланс, земли в дисбалансе может быть очень серьезные проблемы с адаптацией, да, ну, как, да, я земля, как мне можно адаптироваться, я такая, какая и есть, вот и все, да, вот не могу в другом месте никаком адаптироваться, делайте, что хотите, бывает такое, конечно, человек, у которого земля в дисбалансе часто ощущает сильную внутреннюю боль, ощущает пассивность, ощущает отсутствие смысла жизни, и в этом есть вот основная такая вот болевая точка, с которой нужно, конечно, работать, как работать, да, и у каждого из элементов есть свои слабые качества, которые очень сильно проявляются, когда элемент выходит из баланса, и вот как работать, что конкретно делать с каждым из этих элементов, включая упражнения, конкретные, понятные, рекомендации, да, все это мы будем с вами проходить на последующих четырех уроках. У меня есть очень интересный PDF-файл, которым я как бы сделала такой summary, такой как конспект, да, всех тех вещей, о которых я буду говорить. Кому интересно, найдите меня, пожалуйста, в Instagram, это очень просто, Лея Молодой, напишите мне в дайрект, и я с удовольствием пришлю вам вот этот конспект, для того, чтобы вы могли прям четко идти по этому конспекту. Итак, спасибо вам огромное за ваше внимание, если вы еще здесь, и жду вас на следующем уроке. Пока!